За последние два года количество студентов, которые выбирают вторым иностранным языком китайский, стало в три раза больше. Отношения Самарской области с восточными провинциями становятся все теснее. Российская делегация вернулась из Китая. Кроме нового опыта, привезли с собой впечатление. Мы делали генеральный прогон, готовились к концерту. Здесь, конечно, уже было международное такое сотрудничество, потому что все техники, которые были на площадке, конечно же, не были китайцами. Говорящие только на китайском языке. И здесь нам пригодилось и знание и английского, и китайского, и знание международных, так скажем, жестов вот в этом формате, как раз именно в техническом плане. Огромную поддержку этой поездки оказал главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. И, конечно, пригласил делегацию к себе, чтобы участники форума рассказали из первых уст об организации и впечатлениях. 160 студентов из 50 вузов Приволжского федерального округа. Молодые специалисты госкорпорации Ростех, а также артисты и спортсмены могли обмениваться опытом с китайцами, изучать язык на месте в рамках формата Волга-Янцзы. Мы должны двигаться вперед, развиваться в этих форумах, в этих отношениях, чтобы действительно польза была и в гуманитарной сфере, и в социальной сфере, и в экономической сфере максимально. И полномочный представитель президента, выступая на подведении итогов, вы слышали, видимо, он сказал, что мы будем думать о том, чтобы на следующий год опять провести такой форум с приглашением уже китайской делегации, большой группы китайских студентов к нам на Иволгу. Форум проходил с 28 июля по 7 августа. У ребят была возможность посетить экскурсии, поучаствовать в соревнованиях. Молодежный обмен опытом обязательно продолжится на форуме Иволга в 2016 году. Мариана Мирная, Станислав Левин. События.